Меньше месяца остаётся до момента, когда тысячи юных брещан в красивой школьной форме с большими букетами цветов отправятся на свою первую школьную линейку. Это важное событие открывает новую радостную страницу жизни маленького ученика. Новые знания, новый коллектив и учителя, но вместе с тем и тревога, ведь каждый ребёнок боится не оправдать надежды родителей. Родители часто возлагают на них очень большой груз, они говорят о том, что там вот ты пойдёшь, там будешь хорошо. Конечно, надо ребёнка настраивать только на хорошее, но при этом не давить своим таким авторитетом, не навязывать какое-то чувство вины. Потому что у ребёнка часто бывают такие страхи и тревоги, что ему кажется, что если у него что-то не получится, то как будто бы он плохой. Это неправильно. То есть мама должна объяснить, что я тебя всегда люблю, я тебя принимаю такой, какой ты есть, в любой ситуации я тебя поддержу, чтобы не случилось. Чтобы если какие-то ситуации, а в школе всякая может быть, например, со сверстниками проблемы или может где-то с учелями, не всегда нет понимания какие-то складываются, чтобы он знал, что он к маме может обратиться. И мама всегда его поддержит, примет, можно сказать, в любых своих тревогах и переживаниях. Советом психолога стараются следовать в семье Козубовских. Ведь в этом году Ярослава станет первоклассницей и её адаптация к школе – самый важный вопрос для мамы. Я как мама переживаю, прежде всего, за адаптацию ребёнка в школе, как у него сложатся отношения с одноклассниками, с учителями, вот, и вообще, насколько психологически готов ребёнок к школе. И я считаю, что посещение психолога в данной ситуации – это очень актуально, потому что специалист может пообщаться с ребёнком и сказать вообще, насколько ребёнок готов в данном случае уже к школе, насколько он мотивирован, есть ли у него желание обучаться. Только компетентный психолог подскажет, какой правильный подход необходим в отдельном конкретном случае. Не менее важна и предварительная диагностика психических процессов. Даже если ребёнок не умеет читать и считать, но у него хорошее внимание, память, мышление и моторика, значит, он будет успешен в школе. А вот обратная ситуация говорит о том, что не стоит отдавать ребёнка в школу с шести лет. В этом совершенно нет никакой проблемы, потому что ребёнка можно оставить ещё в детском саду на год, и он будет совершить, через год он будет совершенно другой ребёнок, он будет по-другому всё воспринимать, он будет по-другому справляться с заданиями. В этом нет совершенно никакой проблемы, поэтому, да, я родителям говорю, вы можете, то есть я не говорю, что всё нельзя там вести, я говорю, вы можете его повести, но у вас будут вот такие, вот такие, такие проблемы. То есть конкретно по пунктам перечисляю, в чём будут проблемы состоять. Ну и мама уже сама принимает решение. Главные ошибки – это пытаться приобщить ребёнка к учёбе принудительными мерами, пытаясь заставить его читать или писать в приказной форме. Это неизбежно повлечёт за собой стресс и нежелание идти в школу. Лучше делать это в лёгкой игровой форме. А для того, чтобы путь по дороге знаний не превратился в хождение по мукам, лучше начать подготовку загодя и обратиться к хорошему специалисту-психологу. И тогда ответ ребёнка на вопрос «хочешь ли ты в школу?» вас обязательно порадует. Я готова идти в первый класс. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания «Буктово».